Всем привет! Меня зовут Иван, компания Arriva. Сегодня у нас на обзоре прицеп МЗСА 817733.012. Это двухосный прицеп, для управления которым достаточно иметь категорию B. Прицеп у нас полностью оцинкованный. Более подробно технические характеристики можно будет посмотреть по ссылке, указанной под видео. Итак, давайте расскажу особенности данного прицепа и чем она отличается от модели 30, 31, 32, 35. Данный прицеп интересен тем, что он имеет размер кузова, который ранее с заводом МЗСА не выпускался, а именно 2,73 на метр 37. 2,73 это прицепы, которые у нас имеют, это 0,3 модель прицеп, 1,37 это прицепы 11 и 15. Так вот, вышла новинка. Он имеет кузов 2,73 на метр 37. Такой очень универсальный кузов, который в принципе позволяет перевозить любой листовой материал, любой строительный материал. И при этом у нас прицеп имеет двухосную подвеску. Для управления прицепом будет требоваться только категории B, потому что полная масса прицепа 749 килограмм. При покупке прицепа нужно будет его зарегистрировать в ГИБДД в течение 10 дней. Страховку и техосмотр делать на легковой прицеп не нужно. Скажу, очень многих волнует вопрос по фаркопу. Фаркоп не требуется регистрировать, если фаркоп имеет сертификат соответствия и имеется паспорт на фаркоп, который вы должны получить у организации, которая вам продала фаркоп. Итак, давайте перейдем к технической частности прицепа, посмотрим более подробно, как построен наш прицеп МЗСА 817733.012. Итак, давайте, как обычно, состоит у нас прицеп. Установлена цепная головка AlcoCober автоматического действия. Для того, чтобы зацепить прицеп за фаркоп, мы должны нажать на курок и извести ручку вперед до конца. Замковое устройство находится в заведенном положении, то есть мы сейчас смело можем опускать цепную головку замкового устройства на фаркоп и оно автоматически защелкнется. Если мы хотим его как бы закрыть, то простым движением мы его закрываем. Вот так он в транспортном положении должен находиться. Дальше у нас имеется также электропроводка на прицепе, уже полностью подключена, семиконтактная стандартная ГОСТовская вилка, держатель вилки в комплекте идет. Также в комплекте здесь идут страховочные цепи, которые мы обязаны с вами зацепить за фаркоп автомобиля. Имеется скоба безопасности, либо скоба опоры прицепа. В данном случае мы видим, что у нас за счет того, что двухосная подвеска, у нас прицеп не ложится на дышло. Также как и на моделях 30, 31, 32, на прицепе 33 модели установлено V-образное дышло, оно имеет такую же длину и такую же форму. Здесь используется труба 60 на 80, здесь 40 на 80. Дышло под платформой крепится с помощью пальцев, здесь застежек функций масла нет, поэтому прицеп у нас не опрокидывается. Борта также у нас остались рифлеными, значит имеется уже другого образца бабышки для крепления тента. Бортовые замки остались теми же. Открываем с вами передний борт. Видим, что он обшит влагостойкой фанерой 9 миллиметров. Такая же фанера поселена на пол прицепа. Причем верхняя часть имеет поверхность противоскольжения, а нижняя часть, она наоборот гладкая, то есть чтобы грязь не прилипала к прицепу, особенно зимой. По углам платформы имеются нового образца петли для крепления груза, они более надежные, чем были раньше. И также хочу отметить, что на полу прицепа фанера к раме прицепа, она прикреплена с помощью винтов с гайками. Саморезов здесь нет. Бортовые петли такие же, как на моделях 31, 32, 35. В боковой части прицепа, в принципе, все то же самое. Прицеп у нас имеет три бортовые секции. В общем, по периметру здесь установлено 8 бортовых стоек, которые придают дополнительную жесткость самой платформе и в целом кузову прицепа. Также осталась неизменна конструкция самого прицепа, то есть имеется рама прицепа, имеется шасси прицепа. К шасси прицепа у нас уже крепится сама подвеска, то есть рессоры и оси. Подвеска прицепа здесь также комплектуется рессорами AlcoCober, двумя осями, четырьмя амортизаторами фирмы Finox. Рессоры с осью в сборе со ступицами, подшипниками у нас производится фирма AlcoCober. В целом подвеска здесь такая же, как и устанавливается на прицепах 30, 31, 32 модели. Она рессорно-амортизаторная, имеются четыре колеса. Колеса, значит, 175 на 70 и 13. Пластиковые крылья, кронштейны все так же. Расстояние, значит, между центрами осей, оно аналогичное моделям 30, 31, 32. И, как сказал, рессоры здесь установлены трехлистовые. Каждую ось, значит, у нас полной массой идет 750 килограмм, то есть общая нагрузка на оси полторы тонны допустимая. На бортах прицепа устанавливаются желтые светоотражатели. Давайте перейдем к задней части прицепа и далее посмотрим подвеску снизу. Задний борт у нас на прицепе также откидывается. Причем борт также обшит влагостойкой фанерой. Откидывается он полностью в вертикальное положение. При погрузке и выгрузке он не мешает. Борта закрываются и открываются очень просто и быстро. Замки настраиваемые. Сзади у нас имеются треугольные светоотражатели, бабышки для крепления тента. Фонари также установлены ЕС-19. Фонарь противотуманный. Здесь у нас установлен государственный регистрационный знак и стоят два фонаря освещения номера. Давайте посмотрим подвеску снизу и форму рамы снизу. Также, как и рассказал, алковские оси, амортизаторы, трехлистовые рессоры. Рама прицепа у нас сейчас на болтовых соединениях, то есть она не сварная, что достаточно надежнее. И имеется подрамник. Подрамник такой же, как и на прицепах 31, 31, 32 модели. Вот, в принципе, покажите, как выглядит крепление рессор с осью. Продолжение следует...